Всем привет! С вами Игра Меральдзет и сегодняшний наш седьмой подкаст, наш подкаст номер семь, для кого-то он будет счастливым, а для кого-то он будет несчастливым, где мы сегодня будем говорить и воспроизводить мнение о NBA Live. О серии баскетбольных симуляторов, которая не может не радовать баскетбольных фанатов НБА. Выражу общее мнение по поводу NBA Live. Про NB2K вы уже видели, вы все прекрасно понимаете, но тем не менее мы сейчас в проброс к разговору расскажем о NBA Live. Давайте начнем. Начинаем мы наш разговор про NBA Live с ее истории. Как раз с ее истории, вот, NBA Live. Начинаем с ее истории, мы начнем с ее истории, потому что это как бы очень долгая, очень долгая, как бы, лепта в истории NBA Live. Начинаем с 1994 года, потому что после всех, как бы, стартовых релизов FIFA 94, NHL 94, также FIFA 95, NHL 95, Madden NFL 95, на свет вышла NBA Live 95. Вот в 95-ом NBA Live, в 95-ом NBA Live вышел на Sega Mega Drive, на Genesis, точнее. И вот на Sega была вот эта серия, потом с 1998 прекратили, с 1998 уже прекращали поддержку игры на Sega Mega Drive. Пришла эра PlayStation до 2005 года. Также, также очень интересно то, что с 2001 года, точнее с 2000 года, связь образца 2001 года, пришла на PlayStation 2, но... Был еще NBA Jam и NBA Jam on Fire Edition, но это потом еще было. Но начиналось все, на самом деле, с другого, потому что NBA Live все хуже и хуже становилось по всем показателям. Потому что, поскольку, вот... Потому что, поскольку, у NBA Live хороший конкурент был, был хороший конкурент, после того, как появилась серия Dream Custom, появилась серия 2K. И вот где-то вот в 2003 или в 2004 году развитие просто остановилось, как в свое время FIFA футбол это сделало. Но в данный момент FIFA успели ее уже реанимировать, хорошо поднять на планку выше, на планку выше. А вот с NBA Live не получилось, возможно, благодаря тому, что хороший конкурент еще был, то есть NBA 2K, который делал на пару шагов, на пару шагов вперед. Если кто не помнит, NBA Live была самой худшей, была как бы не то, чтобы лучше, а то, чтобы почти средней такой серии... Средней такой серии для баскетбольного фаната NBA 2K держит пальму первенства во всем абсолютном мире. И вот в конце нулевых, в конце нулевых, все это закончилось тем, что... Все это закончилось тем, что вот в начале, в начале как бы NBA, NBA Live сначала... Сначала, начали, NBA Live отложили, переименовали в NBA Elite, потом NBA Elite разрабатывали, отложили. Через два года перезапустили с названием NBA Live 13. NBA Live должна была быть в 2012 году, NBA Live 13. Но потом ее отложили, сказали, что все будет на следующем восьмом поколении консолей. Непонятно, зачем это было делать, но все, типа, все ожидали, то, что все, наконец, сейчас доделают. Все будет, типа, next-gen, next-gen, и, наконец-то, у 2K может появиться классный конкурент. Вот, извините, а вот такой вот... А вот такой вот, извините, H. То есть вот этот хребет, он остался от этих... Как бы двух перенесенных частей, вот такой вот, извините, G. То есть как-то его натянули на Ignite, чтобы там доделать графику, потянули и так далее. В общем-то, NBA Live все хуже и хуже становилось, но она была такой средней, 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 средней такой серии, я вам скажу. Потому что до сей порыва-то, ну, NBA Live 14, вы уже понимаете, вы все прекрасно понимаете, она получала низкие оценки. И пытались поднимать планку выше по тактическим схемам, а то и... А то и как бы... А то и как бы визуально, в графическом составляющем игры. Ну и в геймплейном составляющем тоже не промахивались ребята из A-Tiburon, A-Canada в какой-то момент. Но в NBA Live 16 они успели, успевали реанимировать, не всегда успевали реанимировать с тактическими настройками. То есть... То есть полностью тыли, полностью крадут из NBA 2 все, что попадается. В NBA 2 очень много тактических схем, а в NBA Live их, может быть, мало, может быть, среднее количество. Я, правда, не помню точно, сколько тактических схем идут на того же Леброна, Джеймса, на того же Андре Гудалу, на того же Тони Партера, Смана Женобеля и Сан-Антонио. В общем-то, NBA Live это такая средняя, но худшая такая серия в истории баскетбольных симуляторов, но NBA 2K держит пальму первенства во всем абсолютном мире и особо ни в чем ее не упрекнуть. Потому что NBA Live это самая... NBA 2K, извиняюсь, NBA 2K это самая крутая по атмосфере игра среди баскетбольных симуляторов. Была она на стартовой линейке и в Sega, и в PlayStation, и в PlayStation 3, и в Xbox 360, и в PS4, и в Xbox One. В общем-то, мы должны ожидать от обеих двух игр в следующем, точнее в этом году, в 2016, в версиях образца 2017 года, мы ожидаем какой-то революции. От обеих этих серий, от обеих двух серий, в которых не было национальных сборных. То, что у NBA 2K получилось с ProArm и с NBA Live ProArm, это мы уже видели. А с 2K ProArm, где есть, помимо команды NBA, Евролига и команды из колледжного баскетбола, мы это все прекрасно понимаем. Как выглядит NBA 2K по сравнению с теми играми, которые больше подходят на менеджмент. Больше подходят на менеджмент. В общем-то, такое мнение я выразил по NBA Live, в сравнении с NBA 2K. Я скажу так, что NBA Live, это серия, в которой можно просто получить удовольствие. Ну, средние такие удовольствия. В NBA 2K можно получить очень большое удовольствие, что может происходить на экране во время... полной инсталляции игры. Ну что же, с вами был Играр Меродзе, спасибо, что смотрели мой седьмой подкаст. Я, кстати, замечу вам, замечу, раскрою один секрет. Раскрою вам один секрет, я сегодня обгоняю по этому показателю. По этому показателю среди всех подкастов, начинающих, начальных подкастов одного человека. Шесть подкастов было у этого человека, а вот сейчас я перегоняю одного человека уже на один подкаст, что называется Больше. Ну что ж, с вами был Играр Меродзе, всем пока, играйте в баскетбол и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok